За свой балкон жительница дома по улице Бейбетшелек Ольга Фролова готова стоять до последнего. В несколько квадратов вложено немало сил и средств. Для ее однушки это спасительные метры. На балконе пенсионерка хранит вещи. По словам жителей, согласно проекту строительства Арбата и реконструкции прилегающих домов, балконы нескольких домов планируют снести. На их месте должны появиться открытые французского типа. Они нам показали французский вариант устройства балконов. Они очень красивые, конечно, но во Франции, наверное, не 25 квадратных метров, как у нас. Наверное, там вдвое больше, правильно? Ну, и поэтому эти балконы нас защищают и от холода, и от жары, и от зноя, и от шума, и от домушников. Вот я лично сижу прямо на этом... Лично, так все там. Лично прямо на офисе. На крыше офиса. И где-то сантиметров 30-40 от крыши офиса до моего окна. Вот прыгнет любой домушник. И у меня в квартире. Что я буду делать? Что делать не знают и другие жильцы домов, балконы которых тоже могут снести. Они недоумевают, почему на их законные квадраты кто-то вообще посмел посягнуть. По словам жильцов, с ними планов реконструкции не согласовывали, а просто поставили перед фактом, будет так и никак больше. То есть, когда я буду в комнате или в ванной, я должна проверить свою кухню, чтобы мой ребенок, не дай бог, у меня девочки 4 года, не вышел на этот открытый балкон. Это первое. А второе, нам ставят окна в пол. Получается, там будет большой поток людей. В принципе, так было много, но они ездили в машинах, хотя бы они будут ходить пешком. Это будут простые, бесплатные зрители. Я буду готовить кушать, я буду там завтракать и все. И все, и стеклянные окна до пола, я буду как-то, получается, на общем обозрении. Недовольные горожане обращались в разные инстанции. Отправляли запрос через фронт офис, собирали подписи. Но показать бумаги с предписанием снести не смог никто, ни чиновники, ни строители. Последние, к слову, только им могут, что угрожать, жалуются жильцы. Эти строители, они просто идут к нам с этими топорами. Прямо мимо моего окна идет с топором и говорит, я буду рушить сейчас ваш балкон. Я говорю, на каком основании? У вас есть решение какое-то, Акимата? Он стоит, молчит. Я говорю, тогда уходи отсюда. На следующий день опять идет с топором. Знаете, мне все-таки 7-7 лет, и я вот вижу этот топор, мне страшно становится. Страшно становится и от того, каким штрафом грозят жильцам. Мол, не дадите разрушить балкон, платите деньги. Только за что? Горожане так и не поняли. Ты будешь матно за 824 тысячи закрывать сам, всю эту красоту наводить сам, за свой счет. Если ты откажешься. То есть и мы тоже со своей пенсией. Это что такое? Пока нам не дадут решение письменное, мы все против. Вообще мы против. За балконы. Мы свои балконы не отдадим. В Акимате ситуацию пока никак не комментируют. Невозможно оказалось и выяснить, кто вообще решил снести людям балконы. А вот в гороархитектуре в телефонном разговоре нам пояснили, что никакого разрешения на то, чтобы жильцы домов номер 2, 4 и 6 утепляли и видоизменяли свои балконы, не давали. Но опять же, письменного или устного ответа корреспондента получить не удалось. Сейчас на месте будущего Арбата идет масштабная струйка. Рабочие заканчивают отделку домов. Многие балконы уже обрели свой французский облик. Правда, некоторые балконы домов пока остаются нетронутыми. На самой аллее уже укладывают плитку и основы для будущих фонтанов. Проект должны сдать в эксплуатацию в конце этого года. Официальный запрос в Акимат уже отправлен. На него, согласно закону, должны дать ответ в течение трех рабочих дней. Ждут ответы от городской администрации и недовольные жильцы домов. Пока же они готовы отвоевывать свои кровные метры с боем. По словам жильцов, свои балконы они не отдадут, а за справедливым решением готовы обратиться в суд. Анастасия Новикова, Ильдар Жунысканов, Асловик Махалбаев, информационная служба телекомпании ОТРАР.